Организаторы ежегодной автомобильной премии ТОП-5 Авто дали старт новому, уже девятому по счету сезону конкурса. По традиции, первым мероприятием стал деловой завтрак, в ходе которого члены жюри составили лонг-листы. Формат премии не изменился. Новинки поборются за победу в пяти основных номинациях. Компактный и большой городской автомобиль, компактный и большой кроссовер, а также спортивный автомобиль. Кроме того, экспертам предстоит выбрать лучшую модель в сегменте легкого коммерческого транспорта, автоперсону года и пиар-департамент автопроизводителя. Состоится и награждение автомобиля года. Эту номинацию ввели в прошлом сезоне. Нет, мы с прошлого года ввели принципиально новую номинацию Car of the Year, официальный наш теперь зарегистрированный знак. И мы сейчас будем ее дальше обкатывать. И на этот год таких значимых нововведений нет. Но они у нас есть всегда, потому что новый рынок, новые модели, новые люди. А что касается процедуры и всего прочего, все остается по-прежнему. Мы как бы двигаемся в своем русле. В феврале по итогам первого голосования жюри будут составлены шорт-листы. В апреле пройдет большой тест-драйв автомобилей, претендующих на победу. А в конце мая состоится церемония награждения. Организаторы очень надеются на то, что в этот раз корректировать планы не придется. Ведь в прошлом году из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений некоторые мероприятия перенесли в онлайн-формат. Другие, как например большой тест-драйв, и вовсе отменили. К слову, по мнению экспертов, последствия ковида будут негативно влиять на автомобильный рынок еще не один год. В частности, мы не увидим некоторые новые модели, которые сейчас находятся на стадии разработки. Это ситуация, которую мы наблюдаем при любом кризисе, а этот год все-таки кризисный, как ни крути. Поэтому, наверное, мы это влияние еще увидим по некоему меньшему числу новых моделей через 2-3-4 года. Потому что те, которые на выходе не замораживали, а те, на которые вот сейчас только начинали тратиться, они, возможно, будут отложены. Но, опять-таки, думаю, что это будет в минимальном масштабе, но какое-то влияние мы не то чтобы увидим, мы чего-то не увидим. Это жалко, но ничего, жизнь продолжается. Ключевая особенность премии ТОП-5 авто – голосование экспертного жюри, которое состоит более чем из 50 автомобильных журналистов, работающих на телевидении, радио, в интернет и печатных изданиях. Каждый год они выбирают лучшие из новых моделей машин, сменивших поколение, переживших рестайлинг, получивших новые силовые агрегаты или вернувшихся на рынок спустя какое-то время. КОНЕЦ Продолжение следует...